Здесь ведется официальный подсчет случаев заражения. Сейчас зарегистрировано 20679 случаев и 427 смерти. Эти цифры, скорее всего, занижены. Мне кажется, тут можно спокойно умножить все как минимум на 10. По крайней мере, по подсчетам Ельского университета в США, на сегодня, 4 февраля, должно было быть 190 тысяч заражений коронавирусом в одном только Ухане. ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуации международного значения. Я беспокойна тем, что, скорее всего, этот вирус, вопреки распространенным предположениям о его происхождении с рынка, где едят вторые части тела животных, все-таки сделан человеком в лаборатории. В таком случае, просто даже не знаю, с чего вообще ожидать. О том, что уханьский рынок, скорее всего, не был источником вируса, известно не только журналу Science, но и любой лаборатории, которая проанализировала секвенирование генома. Например, американский ученый Джеймс Вайлер пишет следующее. Разрыв в линии показывает отсутствие гомологии последовательности между наиболее сходным коронавирусом летучей мыши и нашим 2019-NCoV. Ставленная последовательность, которой здесь быть не должно. Ребят, кто о том разбирается, можете прочитать подробнее. Здесь сырые научные данные. Но его вывод таков. Скорее всего, имеет место рекомбинированный вирус, изготовленный в лаборатории с целью создания вакцины. И дальше интересный параграф. В худшем случае, если вакцинный штамм является более заразным и смертельным, этот наш коронавирус может стать худшим примером заразного заболевания, вызванного вакцинами в истории человечества. Фактически, если вы затем возьмете эту последовательность и сравните ее с другими белками, мы обнаружим, что на самом деле этот белок родственного вируса SARS, который был введен в коронавирус для улучшения работы вакцины. Вот почему этот элемент присутствует здесь. Для создания более реактогенной вакцины. Это на тему того, что даже сама разработка вакцин представляет собой реальную опасность для человечества. Не знаю, как вы, я боюсь всех этих мутировавших вирусов, как тех, которых изобретают в лаборатории, так и тех, которые становятся более вирулентными за счет их подавления вакциной. Кстати, риску при текущей эпидемии подвержены иммунно скомпрометированные. Не должен ли быть повесткой дня вопрос о том, как усилить иммунную систему этих людей в зоне риска, а не как ослабить иммунку всех остальных вакцин и сделать их более воспримчивыми к оставшимся 370 триллионам вирусов? Или они собрались сделать 370 триллионов вакцин? Интересно, в таком случае тоже будут говорить о небольших количествах алюминия в прививках? Одна та же прививка от гриппа увеличивает восприимчивость к другим, более опасным вирусным инфекциям. В описании к видео внизу я оставлю подборку таких исследований на эту тему. А если учесть все остальные прививки, совместное влияние на иммунитет, которых вообще никому не известно, тут даже сами эксперты того же ВОЗ на саммите по безопасности вакцин в Женеве декабря 2019-го говорили о том, что надо бы провести намного больше исследований безопасности вакцин. So, in other words, the risk management plan for each particular vaccine will need to take into consideration the pre-licensure safety database, potential safety signals that may have been identified during pre-licensure clinical safety trials, other, perhaps even theoretical safety concerns, and also need to take into consideration the disease to be prevented, the target population and the proposed indication in order to really inform risk management. Мы себя допрививаем нафиг из существования. Если честно, я даже не знаю, что страшнее ЧС Европарламента о климатической ситуации или ЧС из-за биоразработок в лабораториях, и как будущая прививка скажется на уже полубольном хроническими заболеваниями населения. В общем, хотя я разделяю призыв ВОЗ противодействовать вирусу из Китая, но уж точно не созданием новой вакцины и не увеличением расходов на поддержку ВОЗ. Вообще, насколько в наше время можно доверять ВОЗ при их 80-процентной завязке на деньгах корпораций, оставляю решать вам самим. Вот что об этом пишет немецкая газета Frankfurt & Rundschau. Прежде всего, ВОЗ утратила свою независимость, поскольку все больше и больше правительств отказываются от финансирования. Из-за слишком низкого уровня обязательных взносов стран-участниц, ВОЗ оказалась в руках фармацевтической промышленности. Почти 80% годового бюджета ВОЗ в размере больше 4 миллиардов долларов США составляют эти фарма пожертвования. В первую очередь, это фонд Билла и Мелинды Гейтс, который жертвует более 600 миллионов долларов ежегодно. Все крупные фармацевтические компании представлены в правлении этого фонда. С тех пор ВОЗ продвигает прибыльные программы по лекарственным средствам и вакцинации. А речь о базовом здравоохранении больше не идет. ВОЗ разрабатывает политику для своих доноров. Давайте скачаем с сайта ВОЗ доклад о результатах ее работы за прошлый год. На двух страничках из 85, по мне так весьма непрозрачно, без подробностей, обозначены спонсоры. Действительно бросается в глаза, что самый крупный плательщик в их бюджет это фонд Билла и Мелинды Гейтс. Судя по этой денежной прокачке, именно Билл Гейтс там у них директор. Очевидно, что если бы его фонд перестал ежегодно отсылать ВОЗ по полмиллиарда долларов, то у организации были бы проблемы вплоть до остановки своей деятельности. Соответственно, Билл Гейтс оказывает большое влияние на определение их внутренней политики. И так случилось, что тем компаниям, которые сейчас разрабатывают вакцину против коронавируса, фонд Билла Гейтса предоставляет гранты и является их стейкхолдером. Например, компания Novavax трудится над созданием вакцины от коронавируса и является партнером фонда Билла Гейтса. Далее, британский институт Пербрайта подал патент на коронавирус, который был утвержден 20 ноября 2018 года европейским патентным ведомством. Одним из спонсоров этого института является фонд Билла и Мелинды Гейтс. Также компания Inovio трудится над созданием вакцины от коронавируса. Им был дан грант от так называемой «Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям». Эту коалицию поддерживает Билл Гейтс. 18 октября 2019 года, задолго до появления сообщения о первых заболевших, фонд Гейтсов и Всемирный экономический форум организовали мероприятия в Нью-Йорке, имитировавшие вспышку коронавируса. Учения под названием «События 201» смоделировали вспышку, при которой погибло 65 миллионов человек в течение 18 месяцев. На этих учениях раздавали игрушки в форме нашего коронавируса. Все это произошло за несколько месяцев до первой регистрации случая заражения человека коронавирусом. Короче, те же глобалисты, которым принадлежит патент на вирус, и которые только что предсказывали распространение вируса, объявили, что разработают вакцину против смертельной болезни. Акции всех этих компаний выросли. Вакцины – это более 50 миллиардов долларов в год для этих отраслей и всех фондов. Мировая монополизированная медицинская торговая площадка в своем полном цветении. При всем при этом нужно отдавать себе отчет в том, что иммунная система – это чрезвычайно комплексный механизм и изучен он в лучшем случае процентов на 20. Когда какой-то вирус попадает в организм, то образуются антитела на этот специфический штамм вируса. С момента создания вакцины и до того момента, когда вакцина вводится в организм человека, проходит определенное время, за которое вирус успеет мутировать, и вакцина становится совершенно неактуальной. Вакцины против вирусов никогда не были эффективными в защите организма против вирусов. Эффективным всегда было и будет укрепление собственной иммунной системы. Разумеется, здесь ключевую роль играет питание. Например, в растительном рационе в среднем в 64 раза больше антиоксидантов, чем в стандартном питании, а именно антиоксиданты укрепляют нашу иммунную систему. В случае таких чрез необходимо убрать продовольственный сахар из рациона, поскольку он снижает иммунитет, а также помочь организму дополнительными превентивными мерами. Можно взять на вооружение какую-нибудь подборку трав и специй Виталия Островского или воспользоваться методикой доктора Браунштейна, в которой он делает упор на мегадозы витамина С, А, Д и йода из водорослей. В принципе, на этом все, но напоследок хочу коснуться, по сути, опроверженной теории о том, что коронавирус имеет естественное происхождение и появился на уханьском рынке морепродуктов. А именно хочу обратить ваше внимание на слово естественное и вообще на то, как все это преподносится. В дикой природе эти животные не могли бы встретиться, но на рынке они находятся рядом и обмениваются различными вирусами. Из-за этого вирусы начинают мутировать и передаваться человеку. Или еще вот англоязычная статья о том, что вирус прыгнул с животного на человека. Да, прямо к нам в рот добровольно прыгают коалы, змеи, летучие мыши. И виноваты, разумеется, только экзотические животные и прочие китайские национальные особенности. О том, что весь мир поедает 150 миллиардов животных ежегодно, никто не думает, хотя занозные эпидемии, то есть когда болезнь передалась от животного к человеку, далеко не новинка. Многие из основных пандемий убийц, которыми мы страдали, были получены от нечеловеческих животных. Туберкулез и оспы мы подхватили от крупных рогатых животных. Грипп от свиней и птиц, коклюш от свиней и собак. Считается, что ВИЧ впервые был передан людям посредством забоя потребления зараженных шимпанзе. И хотя правда, что не само потребление свиней привело к свиному гриппу, но также верно и то, что именно разведение свиней для потребления является причиной свиного гриппа, этот кусок пазла всегда игнорируется. Наше злоупотребление природой проходит полный цикл с высокой ценой как для потребителя, так и для потребляемого. Есть целые команды, которые патрулируют точки разведения животных для их последующего забоя с тем, чтобы анализировать опасность появления эпидемии. Люди не отдают себе отчет в том, насколько вообще грязные и отвратительные эти перерабатывающие заводы. Вот отрывок из книги «Скотобойни» автора Гейл Айсниц на тему переработки куриц. Полы покрыты жиром, песком, тараканами, мухами. Некоторые из летающих тараканов были огромными. После того, как куриц подвешивают вверх ногами, иногда они падают в канализацию, которая проходит посередине линии внизу. Здесь вымываются тараканы, кишки, части тела с болячками, фекальные загрязнения и кровь. Рабочих туда же периодически тошнит. Супервайзеры сказали нам, чтобы мы вытаскивали упавших кур из канализации и отправляли их обратно на линию. Поэтому, какова бы ни была истинная причина коронавируса, председатель КНРС Цзиньпин повел себя очень разумно, призывав китайцев перестать есть мясо. Действительно, вместо того, чтобы обеззараживать резательные доски и дезинфицировать, обрабатывать, пастеризовать, стерилизовать, можно просто не есть животных. Редактор субтитров А.Семкин